всем привет вот сегодня мы разберем такой лазерный проектор это сейчас скажу это самое у меня таких именно лазерных проекторов было три штуки то есть два было ргбшных и один вот ну наверное который уцелел это трехцветный то есть это самое когда когда действительно я начал интересоваться вообще лазерными проекторами самая так как денег у меня на проектор следа не было это моя покупал вот можно сказать такие вот вещи сам ну то есть как сказать тип как утешение знаете ли что типа допустим вот не могу что допустим дорогой купить до покупал допустим покупал купаешь дешевый ну наверно стал все сталкивались с такой ситуацией то есть вроде как это самое и льда здесь нету входа ну что допустим с компьютер как я показывал а можно допустим отдельно сделать в программе шоу лазерные ну в той программе которая показывал и мы мезо и видео про b10000 и то есть эти файлы которые допустим один шоу скопируют на флешку то есть и проигрывать их на данном проекторе другие два которые были ргбшных я конечно это самое мост так сказать сломала модифицировала разобрал и все такое действительно сжег все два синих лазер которые там были и корж куда-то не делись нафиг и вот чё хочу сказать самое ну как оказалось это самое данный проектор нить ничем не хуже можно сказать вот такого вот даже самое вот такого и про который отдел обзор да не как оказалось ничем не хуже он по скоро по рисованию даже быстрее то есть он очень легко воспроизводит анимацию то есть анимацию буквы и цифры причем это самое комбинирует сразу несколько узоров и прочих при этом за мои сам узор не мигает не тормозит как вот на профессиональных которые показывал да и когда я данный прибор ну так тогда у меня был ргбшный это самое показывалось тем людям которые сильно устраивают шоу самое они не говорит говорит чуть-чуть чуть тебе тут не нравится короче за моя дом быстрее типа тех что используется нашел ну типа как сказать типа маленькие самые цветной и довольно-таки охрененный штука но конечно без dmx без dmx и входы льда и то есть и сам я вот сейчас можно сказать спустя 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 долгое время самое конечно я понял что это штука действительно обалденный было для того времени особенно конечно по своим характеристикам и размерам так лучше давайте распакуем да не стану ли этому реально до хрена вот здесь в комплекте где-то такой диск да как ни странно на этом диске несколько лазерных программ это это вот та который я показывал самая лазер шоу этом программа мамбы есть и еще а и и лазер контроллер по моему да и еще помимо этого на этом диске есть прикольный файл который который просится устанавливать на ваш компьютер файл тараджан да с расширением тараджан на может кто знает такой прикольный файл ну короче что я начал установить это диск короче когда выдают как же не тюрник выдает короче вирус и то что файл тараджан короче хочет установиться на вас на ваш компьютер вы разрешаете ему установить установиться на ваш компьютер короче на это честно говоря я среди к охренел да потому что это самое учета сколько этот файл тараджан ну то есть если кто не понял вирус троян есть такой то сколько у меня сломал жестких дисков когда у меня был маска спинтим один компьютер вы знаете что это просто как сказать я сразу естественно нажала самое и в коем случае его нафиг не устанавливать ну потому что это капец и как ни странно он действительно на этом диске он как сказать встроил в программу то есть это либо программа зараженный и я так понял уже ну короче это полный пиздец нашел я вот как видно ноутбука на который я смог установить это диск то есть не подключая к интернету этот нетбук то есть чисто для мускать лазерных программ я его использую то есть он там благополучно живет наверно процветает ему там неплохо нифига да но зато конечно все работает это самое так ну чё с диском все в принципе честно говорю это капец конечно то что вот с магазина с вирусом продают да кстати покупал данный проектор магазине чип и дип такой магазины есть и сама я не знаю конечно откуда они хвозили проекторы но на данном диске это прикольная программа уже была одна из если кто стал прикольный мир страджан ночью рассмотрим сам проектор вот сам проект очень-очень маленький сразу говорю просто крохотный так вот для размера положу я его положу прикольный проектор из китая да вот вот такие вот размеры вот именно посмотреть сейчас я покажу такие вот размеры их не вполне размер реально можно охренеть да и в плане характеристик тоже лица моя то есть вот этот он естественно и программируемый и сама и стробоскопами устроенный есть и как по музыку он играет еще поддерживает флешку на чем да вот стали сиди картам кстати вот они вот две сиди карты остались именно кстати от таких же проекторов до другого где другого я спасил было три у меня их да на них записаны записано кучу лазерных шоу то есть стандартных и все такое да здесь дисплей есть наверху бесконечно мелкие подсказки да вроде бы вроде подсказки фикс на какие-то надписи вот здесь управление по меню ентер туда туда сюда и вот так он выглядит сзади то есть это сама авто авто музыка это самый регулятор от самой чувствительности стробоскоп и включил выключен да вот так он будет здесь конечно кстати незаметно чтобы оттуда хрена дырок очень мало очень мало дырок здесь есть плюс 15 вольт так ну и здесь конечно естественно вот он так выглядит кстати довольно-таки легкий очень очень легкий кстати можно так сказать легче даже чем вот этот да не смотрю и программируемый то есть там он легче но в нем конечно нет дым x в отличие чем от этого и кстати вот честно скажу в нем в нем уже встроенных встроенных узоров реально до хрена реально до хрена встроенных узоров и самое и чуть интереса они охрененные просто хрена и узора встроенные то есть это мало где встретишь саму проекторе были ну как суть узоры гнуть тех ну который в принципе менять не хочется в чем дело то есть никакие там сраные линии это самое как вот скажем вот в китайском вы качество кстати это тоже китайский это тоже в армии китайский да здесь по моему где-то чайная даже написано да вот гибнатиба где-то написано по моему где-то я видел чайник написано быть может не китайский быть может реально фирму комолов да нет очень на китайский похож конечно но не кстати все выглядели именно так которые у меня были только вот два других были rgb там стоял еще синий синий лазер ну чё интересно вот даже если в этот строить синий лазер ну то есть и даже внутри него есть место для синего лазера вот эти две дырки да вот эти то здесь сюда поставить синий лазерный модуль кстати там тоже есть входа под драйвер то есть и сама кота модуляции и кстати они работают они работают то есть если устроить синий лазер он будет работать как уже полноцветный в меню кстати тоже есть за переключение rgb и rgq то есть и отдельная монохроматик есть меню честно говорю показывать не буду не хочется рыться ну фиг знает может покажу когда включу конечно по мелочи так ну чёшь еще раз вот так выглядит со всех сторон и сейчас мы конечно включим и вам покажу чуть ли не тянуть видео вот здесь сиди программ и без программу он конечно ресурс стандартный тут то есть без точки на версии стандартные узоры которая забита в него сейчас режим юзик ну короче там видеоролик будет так ночью через меню мы имеем ну вот давайте смотреть программ сиди программ сков никуда не идет дальше ключ нажимаешь типов файла так дальше идем аудио моды аврора студию чё-то дальше никуда не идет аудио моды аудио моды и где-то самая авто моды у тебя здесь вот как какой-то подменю что ли сустим сет прям аж туда color моды так нажимаешь на color моды здесь можем выбрать лазера ночью давайте вот монохроматик это будет желтый у нас в ргб будет белый таком же если ргб был бы так вот ргб режим в ргб режиме если там пробелы ну то есть самое то есть он не поддерживая функция чтобы сюда можно было строить снилась то есть так вот ргб ргб это у нас будет красный зеленый монохроматик и так дальше то есть самое опять отсюда выбираемся короче здесь небольшое меню в сустим сети тоже аудио сет хасик сет и короче color моды сет тоже нафиг отсюда выходим качпорт долг порыться там фолдер селекции забыл что такое чуть нифига нету программ тейбл уже забыл раньше были досок досконально но прям наизусть все хрень есть какие где-то есть на этот опыт color мод моды так ладно типа отсутствие сиди карты вставляем сиди карту вот сейчас режим музыка играет мне поставлю флешку сюда надо кстати умеет монохроматик кстати выбранный монохроматические рисунки чёшь флешку мы вставили так только чё-то а вот пошло вот вот пошла анимация сейчас я выключу свет мы немного поглядите на все это дело вот пошла анимация кстати очень довольно хорошо рисует качественно потому что здесь довольно быстро сканеры стоят 25 кппс ну и я так понимаю 25 кадров в секунду наверно правильнее будет вот это вот орла которую за все это время у меня реально надоел нафиг тарелга любые реально задолбал так вот тихо зиму для флешки детства бойцы ну прямо вот насколько помню прямо на всех трех проекторов идем вот этот гребан орел прям везде был на всех на всех проекторах да даже на дорогих на дешевых это моя номер как встроенный блин на рисунок он был а здесь он еще и на флешке на этих проекторов был он реально задолбал вот это уже стандартные мультики пошли да такие вот мультфильмы так сказать естественно если болеть естественно самому таким фильмы делать это самое честно довольно геморройно вот эту вот этот узор очень как ни странно этот узор очень сложный да вот этот узор реально сложный вот для того дорогого проектора b10000 это давно вот довольно таки легко воспроизводить прям без без все без всякого напряга так сказать ну вот я выключил свет окончательно не немного посмотрите чего хотя бы рисует это кстати со флешки воспроизводится шоу да кстати на телефоне на телефоне все это делал мигает естественно глазами кстати незаметно это практически мигание рисунок больше кажется ну целиком мы весь вот под телефон опять болезнью такая телефон ну ладно с вечерним светом по моему еще мы переключать эти рисунки здесь то есть один надоел по моему может вроде бы как другой нафиг неужели скажу такие довольно уже больше графические рисунки воспроизводит конечно легко очень телефон это реальность долбал просто долбал телефон то есть вот для проекторов к министра вот идет отдельные точки мелкие да и это довольно для них сложные рисунки считаются то есть и сам надо довольно таки точно модулировать лазерный луч то есть чтобы говорится в ненужных местах вовремя гасить лазер сейчас я попробую там конечно порыться елка но уже реально задолбала да 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 какой там год я уже забыл а 2001 не умеет на самый лазерный на 2005 им был когда я наверно ну можно сказать в этот год я много покупал всяких указок этом вот этих проекторов кстати покупал много всяких других лазерных вещей короче лазер лазер из дивидендора там пик по моему был бы вот именно в то время как раз и 2005 по моему вот конечно вот уже в этом начинает он чуть подмигивать но даже вот этот простенький такой узор он довольно таки сложный для лазерных проектов особенно для лазер проектов с 15 кппс ну наверно как кадр в секунду а если учитывать ну чё что делаешь то зачем ты расфокусируешься гобёныш до эксами не стану мах один телефон с проектором так снимает он постоянно как раз фокусируется то есть это больше он анимационный уже то есть от 25 кппс где тоже больше анимационный на проектор да нашел я где здесь кнопочка нажимаю здесь и здесь меняется файлы почему здесь не здесь не меняется на меняется меняется вот ну ладно с чем у него поглядим вот это кстати чувака это самое б 10 конечно не за что не воспроизведет он для него сложный получится значит там сканер не настолько быстрый чем в этом в этом 25 25 кпс можно видите довольно качественную графику требуем воспроизводить что нужно что-то потом да по-моему ну короче как телевизор сразу город для того чтобы это мы данные даже рисунки такие делать данную анимацию ну как сказать нужно времени довольно таки немало сразу бы действительно все цвета на своем месте то есть лицам не такого что лазер где-то не успевает это самое и где-то всем ну не вовремя гаснет везде говорится нужно и довольте затемнение картин картинки и нужные оттенки ну как типа положено довольно таки все это дело точно довольно воспроизводит то есть то что никаких тормозов вот нету да кстати сейчас я включу свет конечно на этом хватит и то есть нашел я здесь написано написано чайно вот он да да он китайский кстати была у меня тренога целых три тоже инструкция кстати на нашем любимом английском да надо мы просить так любим английский просто песням прямо любимый английский жизнь без английского были ним в честно говоря заебал уже вести английский данных но не любители английском честно говоря не любитель люблю люблю что понятно было такая еще кстати это какого-то другого лайнера так ну чё ж дальше мы наверно его разберем да 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 я уже профессионал чё 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 ну разбирать у в этом в этом не на равных нету чтобы что-то разобрать так флэшку тоже нафиг отсюда подальше это чё чё разбирать я могу давайте еще вот этот круг откроем для полного счастья чтобы поближе показать сканер можно сказать крупным планом потому что он стоит того да кстати я не включаю штыкер потому что я как открою я его включу покажу вам как все дело светится так вот вот так это все дело выглядит внутри так вот честно скажу очень-очень конечно все близко стоит вот здесь диск здесь вот дисплей здесь вот под флешку все вот на хомутиках сделано конечно кстати я кручу сейчас все но не все конечно но многое то есть вот это вот сам драйвер диодов точнее сам драйвер лазеров чё ж давайте посмотрим как он выглядит сначала так причем я начну откручивать ну некоторые платы вот это вот естественно плата самому сканеру то есть сам сканер это вот этот так получше показать вот это вот эти вот голливанометры зеркалами то есть это самое вот этот провод провод кстати он довольно таки длинный и идет он туда вниз точнее хотя не вниз да вниз 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 сбоку вот потом какой-то провод да того идет естественно тоже сбоку подключается это естественно эти переменные резисторы они настраивают сам сканер ну то есть это ими выравнивается линия так что еще так это стробоскопсом ой вот так это такая здесь плата что дальше что убрать или так не получается что можно конечно выткнуть стекера все такое ну чё ж вот сам вот там стоит вдалеке это красный красный лазер подвинем здесь дихоречный дихо телефон здесь дихоречное зеркало которое отражает красный луч и пропускает зеленый да как ни как ни странно на них давно пошла модно эти закона ну ну я отлично это самое я их убирал нафиг я наоборот старался просто ставить серия зеркала с высокой отражаемостью 99 с чем-то процентов по моему да просто лучи совмещал очень близко и на сканерах ну получался тот же эффект с минимальными потерями то есть дихоречное зеркало но часть ведь все равно пропускает то есть теряется мощность и без того как говорится немощного немощных лазеров так красный здесь по моему 200 милливат стоит что ли самое или 100 милливат сейчас где-нибудь да ладно не будем глядить давайте поглядим зеленый кстати вот непонятно почему да все которые у меня были лазерны данной фирмы зеленый почему-то бы вот это зелено он какой-то все время закопченный что ли вот эти модули такие которые вот такого плана модули как будто после пожара что-ли где-то спасли да вот так это самое да кстати этот модуль тоже обязательно разберем сразу говорю не буду загадывать тоже как-нибудь как-нибудь там отдельно будут ролики ну то есть не могу это все сразу делать там кстати это лазерный модуль он без элемента пельтье здесь не предусмотрен контроль температуру вообще не предусмотрен то есть это самое чтобы как говорится он начал довольно-таки стабильно генерировать зеленый луч в свои 100 милливатт это самое ему надо немного нагреться ну то есть нагреваться он довольно-таки долго нагреваться он довольно-таки долго иногда то есть здесь стоит накачивает его диод c-mount 808 на метров то есть ну короче как-нибудь разберем все покажу расскажу так ну чё ж давайте сейчас я поставлю махадин и мы немного его разберем и посмотрим поподробнее как это все дело выглядит в плане в плане плат давайте все открути нафиг стопа это особо не открутишь сканер потому что там транзисторы станет точнее транзисторы микросхемы которые охлаждаются таким корпусом самим то есть там типа проводят водная водная паста и все все в этом роде то есть там необычные вот такие болты то есть там еще гайка с другой стороны микрофон открылся так ну чё ж сейчас я вытащу этот драйвер так все для того чтобы показать вам честно говоря очень очень сложно его вытащить потом придет проектов шнурок мешается выдержать боевой хотя бы один выдержать выдержать давайте еще зеленый выдернем так красным строгать не будем то нафиг перепутаем сразу говорю много раз сжигал здесь лазер в этих проекторах так вот сам драйвер выглядит так драйвер рассчитан на два лазера на зеленый и красный сделан довольно таки просто здесь микросхемка стоит нет нет не микросхемка или хрен телефон опять расфокусируется зараза ну вот такая надпись на ней так ну ладно вот так я смотрю надо все включим на греха подальше да сразу говорю зеленый здесь он боится статики то есть вот так как я делаю то есть отключаю его это довольно таки опасно то есть он может зараза может сгореть то есть вот допсим фу то блять я еще немного напряжение ебать не делаю все дело ну бывает у меня заскоки ну благо он не включен так становится наверное ничего не будет так чушь теперь теперь сам компьютер давайте поглядим нет конечно здесь все это дело очень близко все прям чересчур даже все близко поставлено ну зато компактный зато компактный то есть это самое вентилятор и просто я хочу показать вот эту плату вам посмотрите вообще как как он вообще выполнен вот эту плату хочется показать вам ну показываться не особо хочется здесь просто капец очень много проводов самое страшное отсоединить бы нафиг но здесь если отсоединишь есть кажется будет вообще полная задница то есть то есть можно перепутать так сказать то есть попробуем сейчас вот так показать сквозь провода конечно микросхемка там стоит и самое главное что я здесь хотел показать наверное это дополнительный вход вот rgb то есть для синего лазера да по моему вот это он как раз есть сюда сюда по моему сюда можно по моему включить синий лазер да чтоб как говорится был полноцветный rgb у синий конечно здесь прямо на вентиляторе да плата прямо лежала сделано вот так было вот конечно у меня здесь такой процессор стоит там здоровенный кучу конечно здесь проводов здесь это самое но но вы увидели то что больших не меньше а здесь в маленьком и можно сказать льда проектор уместили сразу сразу говорю если его допустим попробовать переделать ну на льда интерфейс то есть проблем вообще никаких не составит то есть вот вот эту именно плату эта плата именно просто выбрасывается и дисплей кстати это тоже это самое нет дисплей можно ставить дисплей вот под флешку его можно ставить это самое просто покупается плата льда ну со льда выходами и конечно а клоп кстати нет тут конечно уже тоже не упростишь то есть если допустим ну такой проект сделать чтоб и флешку подержал и льда ну вот если просто на льда сделать на льда интерфейсе это не стоит проблем плату выкинуть самое драйвер лазеров это самое плату сканера просто подключить это самое плату к плате льда тогда уже то есть а это вот это все уже флешка и там уже в принципе не надо то есть естественно из него можно сделать полноцветный или до проекта то есть чтоб без флешки а уже от компьютера можно было изменить так что еще а ну вот красный лазер красный лазер конечно стоит в такой такой пластиковый балда да это не хочется получше вот вот сейчас я вам красный лазер покажу здесь как он выглядит вот так выглядит в телефон вот так выглядит там красный лазер да 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 вентилятор дует именно него тип как бы ему это вроде бы хватает ну типа он 100 милливат основной тип он отводит на пластмассу а другое хрен знает откуда одевает вот такая там линза широкая да лучше из нее действительно широкий выходит отражается вот этим зеркалом на сканеры вот здесь тепло тепло ну блин тепло здесь конечно отводится на сам корпус но там две микросхемы стоят кто кто отводит тепло на сам корпус кто отводит тепло на сам корпус да 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 мне не составит труда его собрать потом ну просто хочу чтобы это ну видео как говорится было про этот проектор потому что если кому-то кому-то попал и действительно будет думать что это прям фуфло такое там дешманское нет на самом деле хорошая штука довольно хорошая штука так вот красный естественно конечно плата сканер довольно таки маленький здесь хорошо здесь конечно уменьшен ничего не скажешь просто реально хорошо укомпонованный кнопки да и кстати почему-то здесь не написано не подписано где rgb здесь но я знаю то что это вот этот вход то есть на rgb было подписано а здесь почему не точнее на других которым не будем подписано все ну чё ж как то вот так ну чё стоп придется его собирать теперь да вот я его собрал все нормально чтобы вы не подумали что есть мастер ламастер только разбирать могу ну чё ж давайте включим немного по-другому получилось вот кстати зеленый лазер здесь постепенно разгорается сделали вот так чтобы постепенно разогревался то есть возможно это сделано конечно специально то есть чтобы ну постепенно разогревался точнее постепенно включался сейчас я включу свой и оставлю только вечерничь вот так все это дело работает но когда он включен и вот там красный красный кстати очень яркий хоть конечно и небольшой мощности но яркие вы даже если пальцы поставить прям вот реально заметно то что мы прямо яркий да 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 телефон мы нахрен сейчас испортим но кстати уже испортили уже на камере конечно пятна появились вот вот это внизу вот короче как то так правда конечно ну короче хрен с ним я думаю думаю и так довольно подробно все рассказал так телефон да кстати на потолке ничего нету это самое а нихрена немного пропускает помимо зеркала немного пропускает есть все таки ну че ж всем пока